С конца октября пассажиры Привожского федерального округа смогут летать уже по 140 маршрутам и в дальнейшем их станет еще больше. Об этом сегодня заявили на международной конференции, посвященной развитию авиасообщения в регионах России. Проект по возрождению региональной авиации в Привожье планируют распространить по всей стране. Новая веха в новейшей истории России. Именно так, а не иначе. Авиаперевозчики говорят о тех изменениях, которые грядут с конца октября нынешнего года. Развитие региональной авиации выходит на новый виток. Две сравнения. Если сейчас существует в Привожском федеральном округе всего около четырех десятков различных маршрутах авиасообщений, то будет 114. Очень много лет проблемы отрасли оставались без ответа. И, я думаю, общий объем достиг критической массы. Подготовка специалистов, обновление парка, обновление инфраструктуры аэродромной и отработание технологичных процессов, которые в оптимально короткие сроки позволили бы обслуживать пассажиров в наших региональных аэропортах. Привожский федеральный округ стал первым, где началось вырождение региональной авиации. Ведь после развала Советского Союза региональное сообщение в России практически перестало существовать. Я знаю даже одну анекдотическую ситуацию, когда один из глав регионов Дальневосточного федерального округа для того, чтобы перейти в соседний регион, расстояние между которыми напрямую было недостаточно большое, незначительное по сравнению с периодом через Москву, потратил огромное количество времени для того, чтобы добраться до Москвы, с учетом стыковых рейсов провести там полдня, вылететь в регион, который был по соседству, и из-за непогоды его посадили обратно в том регионе, откуда он вылезал. Государство субсидирует эту программу, потому что не все маршруты одинаково экономически выгодны. Но главная цель – социальная – связать разные уголки страны напрямую. Пока же 95% авиасообщений проходит через Москву. Инна Данилова, Александр Решеткин, Вести, Татарстан.